Здравствуйте. 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 Вот мы тут начали рассуждать в прошлый раз о цивилизации. Вообще хотели выяснить, когда наша цивилизация появилась. Было нами сказано много всяких слов. Слова были такие. Значит, во-первых, мы долго пытались определить, что же такое цивилизация. Ну вот я для себя определил это так, оказывается. Оказывается, цивилизация – это вот что такое. Это как бы совокупность двух таких вот вещей. Это вот материальная сторона культуры, да, и духовная сторона культуры. Или, как раньше говорили, экономический базис и, значит, надстройка, да. Ну, действительно, друг от друга, друг без друга им существовать тяжело. Но вот, тем не менее, вот такой факт. Дальше был разговор такой. Когда же наша цивилизация появилась, наша вот цивилизация, есть такая вот замечательная наука, история, писанная история. Это та история, которая вот базируется на неких документах, ушедших от нас, значит, цивилизаций. И вот, оказывается, писанная история, очень хорошо прописанная, а стараниями современных ученых хорошо, так сказать, продатированы, с точностью плюс-минус сто лет. Начинается за несколько тысячелетий до нашей эры, до Рождества Христова, как теперь опять можно говорить. А в Египте, да, вот это хорошо прописанная цивилизация. Но мы к этой цивилизации не относимся. Мы, конечно, пользуемся ее плодами, какие-то вот находки той цивилизации, которые попали сначала к грекам, потом к римлянам, а потом попали к нам, да. Вот нашим непосредственным предшественникам нашей цивилизации, насколько я понял, явился Рим, римская цивилизация. Римская цивилизация, она, я вот себе позволил такой выпад в сторону римской цивилизации, я сказал так, что она как амеба, значит, вот поглотила все Средиземноморье, все окружающие земли, она вот их как бы, значит, переварила, усвоила, их снабдила своими какими-то вот элементами своего древнеримского, да, древнеримской культуры, древнеримской цивилизации. Действительно была великая цивилизация, она, ну, не были свои проблемы, проблемы, как у любой цивилизации, кстати говоря, это тоже интересная вещь. Все цивилизации, очень многие цивилизации, начиная с римской в частности, да, ну, в частности, римская цивилизация переживает такой период расцвета бурного, который потом кончается концом. Вот это тоже, кстати, интересно, наверное, мы вместе это выясним, почему так случилось. Вот. И вот в ту эпоху появилась среди как-то вот усвоенных этой цивилизацией, да, принятых в свою вот эту вот, в амебу эту римскую, да, ничего, что я так римлян так называю, нормально, значит, вот... Лишь бы римляне не обиделись. Ну, все, теперь с теми римлянами вопросов нет, а современные римляне к ним прямого отношения не имеют, как говорят специалисты. Значит, оказалась такая ситуация, что среди евреев появилось христианское учение, евреи были, так сказать, вот одним из народов, который вот в эту сферу римской цивилизации попал, и к моменту гибели с треском, вот как это говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, да, такая вот какая-то была такая смелая революционная фраза. Так вот, во время этого ужасного конца, значит, погибла римская цивилизация, казалось, что вообще-то цивилизация погибла, да, вообще цивилизация погибла. А оказалось, что вот на новой основе, на основе монотеистических религий, христианства, а позднее, значит, ислама, цивилизация не погибла, и мы живем сейчас вот в эпоху новой уже цивилизации. Вообще знатоки делят так цивилизацию, некоторые люди, не мы с вами вроде, но вот некоторые люди делят так. Вот есть христианская цивилизация, или как говорят, иудео-христианская, а есть исламская цивилизация. Ну, я не знаю, я, может быть, неправ, конечно, но я, наверное, очень многие вещи игнорирую, но мне кажется, что не совсем правомочно разделять вот так вот непреодолимой гранью вот эти две цивилизации. А на свое время-то, в общем-то, и иудаизм, и христианство-то были прям так противопоставлены, так противопоставлены друг другу, что уж дальше некуда. Мне кажется, это просто звенья все одной, какой-то вот элемент одной цивилизации. Вы как-то на меня осуждающе смотрите, значит, выходите сходить в другую. Нет, нет, я только хочу сказать, что я бы сейчас уклонилась, честно скажу, я бы уклонилась от темы сравнения, предположим, вот я не специалист. Нет, такой вопрос прямой, мы в одной с ними цивилизации живем или нет? Да, потому что мы в едином человеческом, будем говорить, пространстве существуем, с точки зрения, опять же, я повторяю, цивилизация как общее понятие, единая человеческая цивилизация, земная цивилизация, может быть, еще другим словом можно назвать, конечно, мы в едином мире. Ну, тогда еще надо, что в нашу цивилизацию привлевается дальневосточная цивилизация, индийская цивилизация. Вы знаете... Ну, они как-то немножко не наши все-таки. Ну, почему наши и не наши? Все-таки ислам – это наши. Я так не считаю, что... Вот мне тогда хотелось бы более подробно остановиться на вопросе, именно почему я считаю, что современная цивилизация, которая вот две тысячи лет с небольшим, все-таки имеет свое, так сказать, конкретное начало, и это начало очень четко датировано событиями, связанными с Рождеством Христовым, естественно. Вот, и единственное, можно здесь только сделать небольшую поправку, что все-таки, если бы даже вот пытаться, поскольку вы математик, представитель, так сказать, точной науки, представить как-то более-менее, ну, тоже приблизительно, очень примитивно, графически, то я бы попробовала это изобразить таким образом, что вот если взять там как-то ось координат и... Время, наверное, да? Положим, там, да, человеческий прогресс... Как мы говорим, что по сям. Да, я бы попробовала это выразить вот в таком очень реабилитивном, конечно, графике, извиняюсь за то, что я некрасиво рисую. Наверное, горизонтально вовсе это время, да? Но в данном случае, да, вот и прогресс человечества, вот дохристианская цивилизация, дохристианская цивилизация, и потом начинается существование христианской. Почему не с нуля, да? Не с нуля, да. А потому что всё-таки Иисус Христос вышел на проповедь приблизительно 30 лет от роду, с одной стороны, а с другой стороны христианство постепенно и медленно распространяясь по всему миру... То есть тут надо ещё добавить 30 годам, на самом деле, ещё столетия, наверное. Но, по крайней мере, два столетия, когда христианство стало общемировым явлением. Для того мира. Мы сейчас говорим о конкретном историческом периоде, и поэтому я и попыталась сформулировать свою мысль таким образом, что всё-таки есть точка отсчёта. Я уверена, что очень многие со мной не согласятся. Но это уже вопрос тех самых аксиом, о которых мы с вами в самом начале ещё прошлой беседы говорили, о том, что мы должны взять какие-то, так сказать, что ли, опорные пункты для наших рассуждений, для нашей полемики, может быть, с тем, чтобы не расходиться по терминологическим каким-то понятиям. И вот здесь, на мой взгляд, необходимо тогда остановиться на проблеме, а что именно христианство принесло человечеству, вот принципиально нового, что возникло, почему мы можем говорить о том, что всё-таки существование христианской цивилизации – это совершенно поворотный пункт, я бы так сказала, в развитии человечества. Прежде всего, это положение о том, что жизнь каждого человека, каждого, я подчёркиваю, человека – это высшая ценность, и она должна быть неприкосновенна и является высшим божественным даром, который никто не вправе отнять. До возникновения христианства эта идея никогда, нигде не была зафиксирована. Второе – это вот то, о чём мы сейчас только что с вами говорили, наши, не наши – равенство всех людей по национальному признаку. Нет ни иудеи, ни Алина. Это, так сказать, тоже одно из основных заповедей. Только христианство. Кстати, аналогичная ситуация. И у мусульман, у них важна принадлежность. Вот, я говорю, давайте мы чуть-чуть сейчас не будем касаться мусульманства, предположим, по крайней мере, сейчас, в данный момент, потому что это очень сложный, очень тонкий момент. Ну, кстати говоря, это тоже называется авраамическая религия, всё это от Авраама идёт. Ну вот, кстати, насчёт Авраама. Значит, в Библии тоже очень подробно описан этот эпизод, когда Господь Бог Аврааму, своему избранному, так сказать, вот, человеку, потребовал от него принести в жертву его единственного, единородного и притом рождённого очень в позднем возрасте сына. И Авраам, так сказать, послушный велению Господа Бога, значит, собрался и, так сказать, взял всё необходимое, чтобы принести эту жертву. И вот здесь тоже это особое место в Библии, которое тоже надо очень чётко и правильно понимать. Авраам был готов принести эту жертву, но Господь Бог внушил ему, что этого делать не надо. И именно вот притча об Аврааме и об этой жертве положило, так сказать, как бы начало тому, что Господь Бог запретил человеческое жертвоприношение. И с этого времени почему-то же иудейство – это особая религия, которая, вот, так сказать, ну, всё-таки совершенно особую роль сыграла в истории человечества, потому что тоже впервые было очень чётко произнесено, так сказать, требование запрета человеческих жертвоприношений. Это особый тоже момент, который, в общем-то, отрицать, ну, я не знаю, кто сможет, серьёзно и сознательно. Значит, кроме того, особенность и то, что именно христианство принесло в мир – это был вопрос о равенстве полов, о женщине, которая, так сказать, стала, ну, равным, в общем-то, мужчине с существом, которая уже перестала быть благодаря христианству частной собственностью, каким-то обслуживающим персоналом и так далее, и так далее. То есть равенство полов, защита семьи, защита детей – в этом плане тоже, так сказать, заслуга христианства не, так сказать, по-моему, не может оспариваться, потому что, опять же, я подчеркиваю, это всё впервые было произнесено и проповедано для всего человечества. Кроме того, необходимо, на мой взгляд, ещё учитывать и такой момент, что христианство утверждало, что человек создан свободным и что любой, практически, раб может стать свободнее своего господина, потому что была проволошена полная свобода выбора, свобода совести. То есть человек может верить или не верить – это его собственный, личный, свободный выбор. И вот эта вот свобода внутренняя, духовная свобода была тоже великим завоеванием христианства, то, что отличало христианство от всех, так сказать, вот дохристианских религий, от язычества, прежде всего, конечно же, тоже, потому что фактически язычество предполагало полную зависимость человека, от сил природы, от тех богов, от тех же этих… От гео-богов. Да, конечно. Вот эта античная вся, будем говорить, философия и религия, здесь ни о какой свободе, внутренней свободе речи не могло быть. И следующий момент, который бы я тоже обязательно выделила и подчеркнула, это, конечно, идея бессмертия человека и человеческой души имеется в виду. Вот этот вопрос жизни и смерти является, конечно же, одним из основных вопросов для любой религии, для любого человеческого, тоже будем говорить, сообщества, то мы здесь должны четко говорить о том, что христианство дало полный, исчерпывающий ответ на этот вопрос. И следующим пунктом, который взаимосвязан, он вытекает из предыдущих, что главным принципом взаимоотношений людей должна быть любовь. Любовь – это основа всех отношений, база для всех добродетелей. И основной принцип деятельности, вот этот момент возлюбий ближнего, как самого себя, это тоже совершенно впервые было проповедано с точки зрения и человеческой морали, и с точки зрения всех норм и общественной жизни. В том плане, что любовь и, опять же, самосохранение человека – это единственный путь, так сказать, его нормального существования, а иначе просто человечество бы, ну, извините меня, просто сожрало бы себя само. И, конечно же, в последний момент, но это уже чисто такое вот религиозного содержания, пункт я бы отметила, что православие – это откровение Бога о самом себе. То есть о христианстве. Да, ну, то есть проповедь, вот, евангельская проповедь – это возможность человеку познать не только самого себя через божественное откровение, но и познать Бога. Вот такие моменты я бы выделила, которые, на мой взгляд, как раз и являются доказательством того, что всё-таки христианская цивилизация – это, ну, как-то уже раньше говорили, качественный скачок в развитии человечества и в развитии... Это понятно, вот здорово, не могу молчать, как говорится. Вот всё хорошо, вот вы так сказали, вот и женщину освободила новая религия, да, и указала на высокую ценность человеческой жизни, да? Невысокую, единственную, неповторимую. Единственную, неповторимую. Но, тем не менее, это ведь не произошло так вот сразу прямо, да? Это так вот мы сейчас себя воспринимаем, понимаем. А ведь сколько веков религиозные распли, распли внутри христианства и соседними там авраамическими религиями, то есть с мусульманством, и внутри мусульманства тоже есть. Вот эта постоянная конфликтность, это, ну, это, видимо, так сказать, что называется, лукавость смущает. Но по части, например, свободы женщины, женской свободы, да, женского понимания как человека, ну, я согласен, есть в толкованиях, так сказать, вот христианских, значит, к женщине некое особое уважение, но, тем не менее, ну, вот не могут они быть священниками, например. Вот недостаточно для этого они чисты, тем не менее. Есть все-таки некая традиция их. И это часто использовалось же, ну, так ли давно женщина стала так уж прямо эмансипирована. Были вот такие вот светлые моменты в цивилизации, когда, ну, скажем так, вот женщина была достаточно вот самостоятельна, достаточно свободна в своем решении, в выборе. Это, конечно, здорово, это было, кстати, в том числе и в христианские времена, но, мне кажется, в таком роде состоянии часто бывали женщины и в римской, скажем, вот, в римской эпоху. И, кстати говоря, ведь к христианам одно время римляне относились крайне негативно. Они их, понятное дело, преследовали, убивали, стязали на аренах цирков своих этих, вот, такие вот у них развлечения-то были обычные. Что на них, что-то наговаривали особенное, что ли, вот, на христиан, наверное, да? Это что, ну, это не свалишь только на одну пропаганду. Ведь дело в том, что римляне постоянно сталкивались с лицами других конфессий, да, других религий. Да, это вот, кстати говоря, Колизей, его арена, и где-то на этой арене должен стоять крест. Он сейчас там вроде стоит, но вот на этой фотографии так я его и не нашел, да? Но, тем не менее, такая вот любопытность ситуации была. И получается такая вот вещь, она очень хорошо с названием нашей сегодняшней передачи перекликается, что вот прогресс или вот какое-то хождение по кругу. Ведь регулярно вот эти вот появления светлых новых идей, ну, вот, идей религиозных, таких вот идей освобождающихся, освобождений, они потом сменяются неким тупиком, да, с одной стороны. Религиозным тупиком, какие-то конфликты, ну, религия уже, собственно, не только вот она, ну, скажем так, ею прикрывается война, да, она причиной войны становится. Вот религиозная рознь, религиозная расприя внутри одной, в общем, по сути дела, религии. Вот она вот становится вот какой-то вот причиной борьбы. Это вот в плюс не возьмешь. И, кстати говоря, вот есть одна такая мысль. Почему же погибла римская цивилизация? И почему сейчас в таком сложном состоянии находится, скажем так, западноевропейская цивилизация? Обязательно, западноевропейская, не вообще вот западная цивилизация. То, что западную цивилизацию, ну, это как кто хочет, кого включает. Ну, вот бесспорно включают Западную Европу, Северную Америку, Канаду, ну, Канаду, Северная Америка, да, Австралию, Новую Зеландию, так вот без разговоров. Туда иногда к Японию предключают. Ну, я думаю, что мы тоже, в общем-то, люди, ну, на крайне западной цивилизации находящиеся. Мы тоже, мы всегда стремились, ну, так сказать, веками Россия копирует Запад, принимает с Запада все. Мы тоже западная цивилизация, никуда от этого не денешься. Ну, вот, как погибла эта самая римская цивилизация, я вот вижу в этом один такой момент. Он сейчас актуален, кстати, актуален, кстати, и у нас в России. Хоть я ее и не записал в число, так сказать, погибающих элементов западной цивилизации, но, наверное, все-таки надо записать было. Дело в том, что, понимаете, как вот чем человек отличается от животного мира, да? Вот в животном мире вот есть, как на существо, вот инстинкты, вот есть у него инстинкт пищу добыть, инстинкт продолжения рода, да? И он не задумывается, почему ему нужно вот продолжать род, почему нужно вот цепочку поколений, которая до тебя была, продолжать дальше, да? У человека тоже есть потребности. Вот есть у него потребность попить воды. Ну, вот он взял и попил воды. Вот, есть потребность у него... А вот эта вот потребность продолжения рода, она у него уже куда-то ушла на второй план. Есть некая потребность получить удовольствие, да, вот там стимулировать эти вот центры, которые там эндоморфины вырабатывают, да, таким образом. Может, в конце концов, просто морфию уколоться, да? Зачем нам эндоморфины? Можно экзоморфинами ширнуться, да? Тоже уже выход, это совершенно тупиковый выход, кстати говоря. Вот, можно всякими другими способами удовольствия получать развлечениями, на арену посмотреть, как там гладиаторы кровь там вот это самое друг из друга льют, да? Ну, вот тоже что-то позабавит нас, да? И получалась такая ситуация. Ну, сейчас, наверное, на арену цирка, где гладиаторы бьются, уж никто не смотрит. Да ну что вы, да вы что, а бои без правил. А, ну хорошо, да. Вы слишком хорошо думаете о человечестве. Ну ладно, это так, тем не менее, не так, что это популярно, как было в Римской империи. Так я к чему хочу сказать. Вот, если вода в водопроводе не очень хорошая, такая хлорированная какая-то, вообще ржавая, все равно будем пить. Это наши физиологические потребности. А вот продолжать род, квартирка тесненькая, зарплата маленькая, зачем нищету плодить, не смогу детей нормально выучить. Вот это вот типичные отговорки. Простите, а что в воду-то пьете любую? Может, не стоит пить эту ржавую, эту вот эту с какими-то хлопьями воду? Не стоит, может, ее пить-то? Ну, тогда помрете, это понятное дело тут-то тут. А вот этот вот инстинкт, что вот надо продолжить свой род, он пропадает. И человеческая организация пропадает. То есть, она преемственность лишается, Риму как-то надо существовать, этому государству, да, там, императору, у него там, это экономическая настройка, ему там, надо свои дела делать, там. Экономические, по сути дела. Он сейчас наймет себе там варваров, так называемых, они будут у него в армии служить 25 лет, потом получат участок земли и римское гражданство, все будет прекрасно. То есть, потихонечку Рим перестает быть Римом. То есть, вот тот народ, который его создавал, действительно такой необыкновенный, благородный. Вот вспомнить эпоху, так сказать, пунических войн, как они насмерть стояли против, так сказать, чуждой идеологии карфагинян. Вот они вот, это была схватка идеологии, по сути дела. Вот, они в ней выстояли и победили, ну, чудом, можно сказать, победили, героически победили. Вот, а это совсем другой народ был. И так вот, я помню советское время, да, тогда вот все-таки вот эта вот рождаемость, знаете, что подстегивало? Так называли квартирные дети, да, называются? И строится на предприятии дом, срочно все на перегонке рожают одного, а дом строится долго, люди успевают и зачать, и вынести, и подумать о том, что надо еще одного родить, чтобы уж наверняка дали еще одну комнату. Ну, квартиру дадут, чтобы еще одну комнату. Вот это вот, как-то, как-то все-таки это физиологически на нас влияло, что надо хоть, ну, пространство жизненное добыть, да, вот эту квартирку. А вот сейчас, когда у нас вроде бы как у некоторых все есть, да, вот это вот пропадает, ну, не оценивается как необходимость продолжить свой род. А вот в некоторых цивилизациях, где меньше воли, меньше свободы, но больше важна, вот, так сказать, составляющая традиционного морального какого-то, вот, так сказать, установок, да, которые иногда кому-то через религии даются, кому-то через авторитет родителей, там, я не знаю. Ну, и причем эти люди-то от нас не отличаются как-то принципиально, там, образовательным уровнем. И вот такой вот рассказ, совершенно, в общем-то, потрясающий для жителей Москвы, например, рассказ. Ну, некий, значит, научный сотрудник, там, доктор, я не знаю, профессор в каком-то, значит, академическом институте работает. У него есть коллега, тоже научный сотрудник, тоже в этом академическом институте работает, тоже в Москве живет, армянин. И он говорит, слушай, вот, мне ко мне приезжают родственники из Армении, ну, что-то, что-то, какие-то там его родственники тоже-то научились-то, они где-то там когда-то вместе. У тебя есть квартира, там, какая-то там пустая, можно я сниму ее для них? Ну, говорит, да, пожалуйста, сними. И вот эти родственники там жили, то есть, родственники-то это были родственники ученого академического, да, не знаю, доктор он был или кто. И они тоже люди-то были образованные, да, не вот те вот какие-то вот прям вот... — Цивилизованные. Ну, цивилизованные, образованные, так сказать, с понятиями, да, вот они для того, чтобы вот заработать копейку, они, значит, жили там, оказалось, они вот спали типа вот так вот рядочком, вот везде их было много, и они вот, то есть они жили в таких тяжелых условиях, да, то есть они решились ради вот того, чтобы поддержание семьи, продолжение рода, значит, чтобы кормить своих детей вот на такой вот шаг, чтобы, значит, ну, завоевывать Москву, завоевывать в Москве какую-то вот там, так сказать, полочку там на научной вот этой лестнице, там вот так вот так далее. Вот на такой вот решились они. Ну, наш это так вот, ну, зачем я буду это делать? А он делает это потому, что он звено в цепочке, он должен, его предок, ну, не будем какой-то национальности привязывать, предок какого-то человека, он был когда-то крепостным, скажем, да, армяне крепостными не были, к счастью для них, вот. Вот. Потом он стал каким-то там городским жителем, что-то там гайки заворачивал на заводе, кто-то там у него стал инженерить, дальше больше там, и какая-то вот такая вот следующее, как назвать слово такое здесь, по-латыни звучит, да, homo nous, новый человек. То есть раньше он был вот в одном социальном уровне, в одном социальном страте, да, как это по-заграничному говорят теперь, а потом он перешел повыше, да, поднялся, да, вот так вот. Вот на этом теперь он закрепляется, там его потомки здесь живут. Это одним махом не сделаешь, одним днем не сделаешь, это надо создать вот новый, значит, вот теперь он горожанин, а вот теперь он интеллигент, это не одним поколением. Я с вами полностью согласна, здесь очень много вопросов. Но вот тут без религии и без морали, конечно, не обойтись. Без религии и морали здесь действительно не обойтись. То есть если говорить о том, что вот, предположим, мало рожают, не хотят рожать и так далее, то ведь это прямое следствие отказа от религиозного подхода, от религиозных ценностей. Потому что умом не понять часто для чего. Вот на уровне инстинктов вот это вот представление видеть не только вот себя одного, вот как вот целую цепочку поколений, да? Совершенно верно. Вот это вот начинается. Я с вами полностью соглашусь, что может быть действительно вот современные русские люди иногда поступают, ну, просто странно. Потому что вот я тоже знаю, особенно это, кстати, характерно для еврейских семей, но это исторически очень четко, на мой взгляд, обосновывается. Обосновывается это тем, что когда евреи, ну, как бы были вынуждены расселиться по всему миру, они везде были чужаками, они были вынуждены специализироваться, основная эта ценность, основная, так сказать, собственность была земля, земли у них не было или было очень мало. И они специализировались в основном на, так сказать, ну, то, что называется профессии умственного труда. Это ростовщики, это торговцы, это менялы, это люди, так сказать, ну, как бы творческих каких-то профессий и так далее. Свободных профессий. И естественно, что генетически, так сказать, уже было за там адвокаты, ну, то есть и обязательно они старались дать своим детям возможность зарабатывать при любом режиме. Что если тебе пришлось тут же покинуть, например, эту страну, ты взял там или свою скрипочку, и ты на скрипочке что-то будешь играть и зарабатывать какие-то деньги, чтобы существовать дальше. Чтобы ты взял там свои тетрадки и мог бы быть, ну, там, адвокатом и в другом городе и так далее и тому подобное. И сейчас вот у меня тоже у знакомых есть очень яркий пример, когда семья, чтобы дать ребенку хорошее, настоящее музыкальное образование, сначала генетическую школу, потом консерваторию, сдавала свою замечательную большую квартиру в центре Москвы. Сама переехала в очень маленькую, тесную, как вы говорите, там они вот так вот редками спали, питались макаронами, но они дали блестящее образование своему сыну. Вот здесь я с вами полностью соглашусь, вот, к сожалению, в русских семьях далеко не всегда так поступает. Но я надеюсь, что все-таки какие-то изменения здесь тоже произойдут. С некой вот нашей просвещенностью, да, ушли, да. Но мы с вами немножечко, вот, я хочу подчеркнуть, вот какую мысль-то, немножечко отошли от темы. Дело в том, что цивилизация сама по себе не гарантирует нравственный прогресс человека. Более того, цивилизация создает условия, когда, наоборот, нравственность, ну, как бы, страдает. Она отодвигается на какой-то дальний план, и можно более-менее благополучно существовать, не придерживаясь вот этих самых главных общечеловеческих ценностей, которые являются, конечно же, любовь, конечно же, человеческая жизнь, конечно же, свобода. И в этом плане как раз трагедия, может быть, современная, кризис современной цивилизации происходит от того, что человечество, ну, как бы, сознательно, несознательно, полностью или частично утрачивает вот эти нравственные законы, эту мораль, которая, конечно же, является, ну, будем говорить, прямым следствием религиозного развития человечества. И вот если мы говорим о христианстве, то дехрионизация, дехристианизация, ой, извиняюсь, не выговорила, современного человечества – это огромная проблема, и при этом ведь надо очень чётко понимать, что там, где отступает христианство, на это место моментально встаёт другая религия. Человек без веры жить вообще не может, не может. Ну, понимаете, к сожалению, вот одна из религий сейчас – это атеизм. Вот на место религии встаёт атеизм, лучше так сказать. Совершенно верно. Не то, что там вот вдруг перестало быть христианство, стала какая-то другая религия, да, скорее всего, нет. Вы знаете, воинствующий, я бы сказала, атеизм безбожий встречается всё-таки очень-очень редко. Да, но он такой ползучий, текучий, люди не верят, и всё тут в себе. Ну, вы понимаете, верить ведь можно, без веры вообще человек жить не может, он обязательно во что-нибудь верит. Он может быть верить в могущество науки, он может верить в непограничные возможности человеческого разума, он может верить в, так сказать, возможность достижения счастья благодаря материальному благосостоянию, что вот он накопит определённые там ценности и будет счастлив. Но это всё, так сказать, это да, это тоже вера. И если человек, например, верит, что самая главная ценность в жизни – это его дети, то он, естественно, начинает всю свою жизнь строить таким образом, чтобы создать детям наилучшие условия, вырастить их и так далее. Вот. Без веры человек вообще не может существовать, это, иначе он, извините меня, ну, может быть, не совсем здоровый просто-напросто человек в плане психическом, физическом, вот, в этом плане. Вот. А вопрос о том, что верить в Бога или не верить в Бога – это уже вторая тема. Понимаете? Неверие в Бога – это ещё не означает, что человек ни во что не верит. Понимаете? Он может верить в деньги, или верить в силы какие-то, ну, например, что вот прав тот, кто силён, и всё. И для него возможность власти, например, над людьми является самым главным, так сказать, стержем его существования. Вот. Но это же не значит, что он ни во что не верит. Значит, он верит в грубую, будем говорить, в силу, или в силу власти денег и так далее, и так далее. Вот. То как раз хотелось бы мне подчеркнуть, что очень много сейчас вот проблем освещается в прессе, вот на выступлениях политических деятелей различных, о том, что всё-таки существует определённый конфликт, сейчас он, так сказать, как бы уже чётко осознаётся, между вот христианской, ну, грубо говоря, цивилизацией, вот, так сказать, если говорить о современном плане таком, да, и нехристианским миром, и довольно активным распространением исламской цивилизации. И вот здесь вот и события во Франции, да и в нашей стране тоже очень многие события говорят о том, что этот процесс, в общем-то, обостряется. И вот здесь, на мой взгляд, необходимо очень чётко осознавать возможности, ну, будем говорить, либо предотвращения вот этого конфликта, поиск путей примирения, поиск путей сотрудничества, с одной стороны, а с другой стороны очень чёткое осознание, так сказать, того всё-таки, а что нас различает? Различает ли нас, извините, я поясню свою мысль. Либо должны там все девушки, женщины носить хиджаб, или не должны, да? Или нас разделяет что-то гораздо более серьёзное. Вот если сравнивать нынешние вот ситуации, которые существуют на Ближнем Востоке, или вот, например, в такой стране, как Франция, понимаете, эти вопросы, в общем-то, всё больше и больше волнуют всё большее число людей. И я бы даже рискнула сделать такой вывод, что сейчас вместо там классовых различий, каких-то, которых вот общепринятых раньше деление истории общества, предположим, там, рабовладение, феодализм, капитализм, социализм, сейчас этих терминов, например, капитализм и социализм, даже редко, в общем-то, встретишь в публикациях, в газетах, на телевидении и так далее. А вот термин цивилизация как раз очень активно используется. И сейчас, на мой взгляд, основным каким-то вот таким признаком является, всё больше становится национальный признак. И вот те особенности национальной культуры, национальных традиций, национальных религий, вот этот вопрос приобретает особый какой-то смысл и особое даже и политическое, и общественное, и нравственное звучание. В этом плане я опять же хочу подчеркнуть особенность и, так сказать, может быть, ценность христианства в том, что христианство не стоит на позициях, ну, будем говорить, насильственного внедрения, не стоит на позиции, будем говорить, принуждения, что один из основополагающих принципов христианства – это свобода выбора. И вот в этом плане, как раз, может быть, я их вот хочу подчеркнуть, христианская цивилизация сейчас в более сложном положении, например, чем исламская, потому что там всё более жёстко. Там, если ты иноверец, то ты уже фактически не человек, с тобой можно всё, что угодно сделать. Или вот если мы говорили о ценности человеческой жизни, которая непререкаемая ценность в христианстве, а шахиды – это совсем отдельный, тоже, будем говорить, вопрос, который тоже так просто, так сказать, не решишь. И здесь можно подходить по-разному к этим современным темам, современным проблемам, но, на мой взгляд, всё-таки полезно знать, историю, полезно оглянуться назад и понять, ну, может быть, корни, истоки, как, что происходило в человеческой истории, почему сформировались, вот, ну, предположим, определённые центры, будем говорить, исторического развития, вот был таким центром Рим. И потом вот крушение Римской империи. Притом в Риме, который во времена, так сказать, зарождения и первых шагов христианства были самые жесточайшие репрессии против христиан, а вот к IV веку Римская империя стала христианской. И там, так сказать, ситуация абсолютно переменилась, и вот римский император Константин, царица Елена, вот их, так сказать, действия очень хорошо описаны, исторически изучены и так далее, и так далее. Вот в этом плане Рим стал, ну, даже определённым, как бы, центром христианского мира. Другое дело, что потом, в связи с крушением Римской империи, центр сменился, так сказать, сместился, и в данном случае Римская империя, вот, особенно западная часть, испытав нашествие варваров, вот, так сказать, здесь как раз тоже столкнулись, будем говорить, как бы, две цивилизации, что породило, конечно, огромные войны, потери и так далее, и так далее. И вот, в общем-то, в то время заложилось тоже очень многие процессы, которые мы сейчас наблюдаем, современные нам. Я тут хотел бы вам возразить, если не возражать по ряду вопросов. Нет, ну, во-первых, вот, христианство, вроде как, декларирует непринуждение, значит, к христианизации, так же, как и ислам, вроде как, сейчас утверждают, декларирует непринуждение, значит, к исламизации. Но, тем не менее, и христианство насильно распространялось, и к принятию ислама тоже, это систематически принуждались народы целые. Вот, это вот, такой факт имел место быть. То есть, это все правильно, с одной стороны, с другой стороны, вот так. Теперь второй момент, значит, ну, по поводу конфликта исламской и христианской цивилизации. Вообще, это не совсем правильно. Это конфликт не исламской и христианской цивилизации, а конфликт исламской цивилизации и западноевропейской. Вот, я недавно читал статистические данные, газетки, там проводили опросы в разных странах, в таких вот западной цивилизации, в том числе и в России, кстати, проводили. И выясняли, где, сколько, какой процент людей считает себя, так сказать, верующими. Ну, там, конечно, по науке были составлены вопросы, так, чтобы человек вот просто вот, ну, знаете, как вот там вот. Так вот, оказалось, что какое-то отношение к Богу, то есть, там, верят в Бога, там, или, ну, как-то вот конкретно религии придерживаются, или что, вот во многих государствах западноевропейских, он был какой-то, ну, достаточно ничтожный по сравнению с тем процентом, который есть в России. В России, там, что-то около 60% населения четко скажут, что вот они, значит, вот верят в Бога, да, вот так вот. Сейчас как стало, как принято говорить. Я слышала 75%, так или иначе. Может быть, 75%, да, ну, потому что вот там, ну, как-то вот, как, 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 если этот вопрос такой тонкий, это вот не вот тебе взвешивать чего-нибудь, это вот как спросишь, так и ответят, да. Вот, а вот и в Америке тоже очень много, там, правда, снижается доля верующих, было что-то 95%, сейчас что-то 88%, что-то в этом роде. Вот, очень, очень религиозная страна. А вот в Европе этого нет. То есть, там, типа, Франция, ну, я что-то был ошеломлен, ну, я даже боюсь цифру повторять, что-то меньше 10% было. То есть, представляете, вот этот конфликт, это получается не христианской цивилизации, а безбожной цивилизации, или западной цивилизации, понимаете как? То есть, если эта цивилизация существует, западная, то она уже существует не на базе вот этого... Да, кстати, там было у них предложение в общеевропейскую какую-то конституцию вписать, так сказать, некий пассаж, что вот мы обязаны, вот, вообще-то, очень многому там, так сказать, христианской цивилизации, которая... Ну, такой-такой вот он был. Наоборот все получилось. Наоборот. Получилось, что потребовали убрать... А потребовали убрать, да. То есть, это предложение не поддержали. То есть, об исторической существе... О роли христианства. Да, 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 да. В формировании европейской цивилизации. В современной европейской цивилизации. Потому что там у них вот такое, к сожалению, отношение. То есть это не конфликт исламской цивилизации христианской, а конфликт религиозной цивилизации, которая является исламской. Конфликт цивилизации людей, верующих в Бога, и конфликт безбожников. На самом деле вот он конфликт-то, понимаете? Это не конфликт христианства с кем-то. Его там уже нет. Оно там было. Это Европа, это страна, пропитанная, значит, покрытая христианскими памятниками, соборами. Собор Парижской Богоматери, один из центров, так сказать, Парижа, в котором никто не верит в Бога. Не встречали книгу «Мечеть Парижской Богоматери»? Ну да, на эту тему была картинка. Довольно интересная книга. Извините, что перебила. Но вы знаете, тут есть еще один момент. Мы сейчас все время говорим только о христианской цивилизации в целом. А ведь христианская цивилизация тоже не является единой. Католицизм и православие, они существенно, в общем-то, разошлись. И в том числе и в историческом плане. Тогда сюда еще надо добавить протестантов, которые очень мощные такие вещи. Да, 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 уже в течении. И во многих странах как раз доминирует протестантизм. В русле. И в том числе в тех странах, где в Бога очень сильно верят. Совершенно верно. Вы сами знаете, какую страну я имею в виду. И вот здесь как раз и возникает тоже необходимость тоже какого-то разграничения, потому что иначе получается, что, в общем-то, конфликт идет, ну, будем говорить, как бы такой общихристианский. А он, я бы даже сказала, несколько сложнее. Несколько сложнее. Несколько сложнее. Потому что католицизм... Отпозиции, значит, легче, да, в некоторых странах тяжелее. В силу того, что в России не очень было как-то распространено обряда верия, да, мы не столько верим в Бога, сколько боимся Бога. И это очень важно, понимаете? Вот от вопроса, так сказать, веры легко прийти к вопросу понимания, да. Не то, что вот верит в Бога, он думает в Бога, да. А вот он боится, вот вообще-то лучше не думать, вот Бог не фраер, там, лучше не беспокоить его. Понимаете, какая идея? Ну, вот такая. Поэтому вот за счет этого Россия вот и держит свои там 75%. То есть мы не... все, все. Ну, видите, дело в том, что... Есть какой-то определенный у нас нормативчик такой. Дело в том, что просто современный мир готов как бы терпеть церковь, как определенный, что ли, социальный институт, как типа САБЕС, вот заботитесь там о бедных, поддерживайте больных и так далее. Это с Запада, да, было, это Петр Первый у нас стал это дело просовывать, да. А, так сказать, попытки постоянно ограничить роль и значение религии, церкви в жизни современного человека, они же тоже не случайны, они очень целенаправленны и сознательно делается все это. Но речь, на мой взгляд, еще здесь может идти о том, что все-таки человечество борется за самосохранение. А без веры, без религии это сделать практически невозможно. Ну, не переживайте, те народы, которые утратили вот это вот самосохранение, как цепочка поколений, те лишились веры, они уйдут с исторической арены, скажем так. А другие, которые сумели выжить, у них это было, они, может быть, недостаточно, так сказать, образованы, цивилизованы, они займут их место. А потом они цивилизуются, и кто-то их место займет, кто крепче верит, у кого крепче вера в Бога, вот такие дела. Ну, а так действительно прогресс-то, по-моему, топтания нет, нет прогресса, топтания по кругу. Вот они, рабы эпохи Рима, гребут они с чего-то там такое, вот, гребцы на галереи, а тут прогресс идет, да, вот от плохеньких самолетиков, хорошеньких, от старинных танков к современным танкам, да. А все равно придумали, там рабы что-то гребли, а у нас, пожалуйста, устроили конслагерь устроили, вот он, пожалуйста, женский барак в Освенциме. И это цивилизация, да, современная? А чем это отличало? Это все это топтание по кругу, все одно и то же проблема. То есть на вот этот вот рост техники, да, постепенно накладывается то, что вот количество моральных проблем, все тоже, вера, неверие, кто-то лучше, кто-то сильнее верит, кто-то слабее верит. То есть прогресс цивилизации не связан напрямую с нравственным... Технический прогресс. Технический прогресс. Технический прогресс наступает, а вот этот вот нравственный прогресс никакого нет, это все просто, что есть, то есть, вот это и есть сама цивилизация. Абсолютно согласна. Вот то, что есть, вот это и... Жалко, время кончилось. Всего доброго. Спасибо за беседу, всего доброго, до свидания.